Всем привет, дорогие друзья! С вами Гедоан, и мы продолжаем проходить Days Gone. Итак, мы остановились в финальной части нашей игры. И сейчас мы в горах. Далеко-далеко от всех, как я и говорил, что вот этот регион мы еще не знаем. Но, кстати говоря, вот здесь мы так и не были. Не знаю, что здесь такое, что это за местечко. Направляемся мы в самую-самую-самую глубь. Сюда нас провел железный майк. И здесь была в последний раз замечена наша жена. Скорее всего, она жива, и это просто невероятно. Мы приехали сюда, услышали сигнал Mayday. И, друзья, мы направляемся, чтобы выяснить, кто это, кто его подал. И, может быть, помочь этим ребятам. Не знаю. Думаю, да. Вперед. Финал прямо уже за дверью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки мои! Мамочки мои. Почему у меня два пистолета? А, почему-то у меня пистолет нарисован, хотя в руках винтовка. Ну, вернее, пистолет-пулемет. Так. Где он? А, твою ж мать! Господи боже мой! Это ж не просто медведь, вы понимаете, да? Это гребаный зомба-медведь! Он меня дерет, дерет во все щели! Что делать? Почему? Нифига, он что, ваншотит? Так, ладно, этого я не ожидал. Надо куда-то залезть. Надо заныкаться. И надо действовать, как в ситуации с тем самым медведем. Который у нас был еще тогда. Так, потихоньку, потихоньку. Матерь божья! Лови, ублюдок. Отлично! Отлично, мимо! Мимо, блин, да как же так? Господи. Так, так, тихо, тихо, тихо. Тихо, ты берегись! Берегись! Матерь божья! Так, круто! Круто! Ладно. Боже ты мой, вали его, ты че? Угораешь, он меня скорее завалит. Он не хочет здесь залезать, он не хочет. Или залезать. Так. Нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. Есть. Господи, Иисусе. Вот так. Быстрей, быстрей, быстрей! Давай, 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 давай! Господи, боже мой! Он за мной бежит. Чувак, осторожней! Ой-ой-ой-ой-ой! Матерь божья, давай-давай-давай! Давай, это правильно! Черт, перезарядка! Ё-ка, мэ-не, ё-п-р-с-э-тэ! Не сдавайся! Мимо, мимо, мимо! Все мимо нахрен! Дай ему! Есть! Ты был жесткий! Охренеть, мужик! Нас выручил-то, а? Все, все, парни, расслабьтесь. Он уже подох. Ну, ты крутой. Это-то да! Я Рассел, Гленн Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Жан. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешетское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Не-не-не, я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт-Флэт, с востока, от Силвер-Лейка. Фух! Ага, ничего себе! А как тебя сюда-то занесло? Как перешел через 97-ю? Эй, братан, ну ты даешь! Что? Да он твою шкуру спас! Полковник же приказал сторожить все подходы, и с севера, и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Ладно. Да он, он только что шатуна завалил! Идем с нами. Лагерь рядом с Даймонд Лейк. Там и жратва, и койка с нас причитается. Ну да, идем, годится. А Флорес? Нельзя его бросать. А, ты покарауль, а я привезу горючий. Нет! Слушай, будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Погнали. Ну, веди. Держись рядом со мной! У нас тут в последнее время всякий сброс шастает. Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы. Ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Лиза говорила. Пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем, и говорить ЕСР мне не сложно. И много вас тут? В этом лагере человек сто, может, больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ты все рассказал ему. Женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтобы никакого панибар... Панибратства! Да, вот этого. А так так нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей. Среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильверлейк. И, по идее, должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильверлейк? Чего-то ты путаешь. Там уж год, как ни одной живой души. Ну, может, не год. Может, больше. Тут хрен уследишь-то за временем. В общем, я чего спрашиваю? Не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана. Он сюда ехал через Солончаки. Может, он знает. Капитана? Да, Коури. Он командует лагерем Даймонд Лейк. Скоро там будем. Мы на месте. Это Капрал Рассел. Открывайте. Просто все рассказал первому встречному. Капец. Доложи. Он был у нас уже в руках. Бойки его нашли. Еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, Капрал. Бери горючее. Гони к Малинсу. А что делать, знаешь? Да. Да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. А ты у нас? Дикон Сен-Джон. Капитан Дерри Коури. Что-то не так? Не, все нормально. Я просто как-то устал уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Матерь Божья, перстень его, которую он отдал ей перед тем, как она улетела. Черт возьми, тот... Перстень. Трудно сказать. Там быстро теряешь счет времени. Ой, где добывал снаряжение? В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Фриков или людей? Всех. Я был известен как человек, который может кого угодно выследить. Какие лагеря? Где они? Ну, задали на Эфервелл. Неважно, их больше нет. Их разгромили. Рассел сказал, вы видели, что случилось с лагерем Сильверлейк? Видел. Настоящая бойня. А уцелевшие были? Несколько. Марш, марш, марш! Давай! Ты можешь быстрее! Моя покоя... Вот, держи-ка. Это деньги ополчения. За спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Хочешь к нам? Жди здесь. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не одище. Порядки армейские. Точно потянешь? На понт взять решили? Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь, и я тебя отведу. Я понял. Хорошо. Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Или он его не отобрал, и она все-таки отдала, и он... Этот на ополченца не похож. И они вместе с ней уже давно, потому что она подумала, что он умер, а он подумал, что она умерла. Только вот она продолжила жить дальше, а он нет. Что, если это так и есть? Ладно, пойдемте поговорим. Посмотрим, что здесь. Эй, а, чё-то ты как-то не очень похож на ополченцев. Эй, я Уэйд, Уэйд Тейлор, зови Уэйдом. Диккенс энд Джон. Ни хрена себе! Диккенс энд Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имя. Ладно, слушай, Уэйд. Не, ну ты посмотри, это ж долбануться вообще! Ну да. Так что ты, типа, пришел забрабоваться в армию, в солдатике? Не знаю, может, слушай, а ты, походу, в Одессе был не так давно. Да, друг, вчера я пришел. Ясно, я тут... Встречи с полковником Электон. Я ищу человека, мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно, я б такой вдул. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут, типа, в шеи искать. Удачи тебе, Диккенс энд Джон. Охренеть, твое имя-то. О, нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она пороже ему дала. Ну, Сара, где ты? Куда ты делась? Ты здесь. Где ты здесь? Может быть, в этих палатках? Может быть, здесь? Нет, среди механиков ей делать нечего. Она отвертку от гаечного ключа не отличит. Лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Так ведь? Нет, не здесь. Заглянем в эту... Это оружейка. Черт, здесь я тоже нет. Вот это уже дико мне интересно все. На самом деле, все, что началось после трешака с этими... С похищением, подставой и все, вот это да, вот это очень интересно. То, что было до этого, ну да, неплохо. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Да нет, не здесь. Черт, не здесь. Черт, ее нигде нет. Ее здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Сан-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Ну ладно. Давайте глянем, что у них тут есть. Здрасте. Я не видел тебя здесь раньше. Я Лукас Монро. Да, я... В общем, я только прибыл. Диконс и Джон. Ну ты, осмотрись тут. У меня тут всякие запчасти для байков. Если кредиты есть. А, ладно. Давай, ты можешь быстрее. Моя покойная бабушка. И то лучше бегать. В общем, тут есть новое двигло. Тут есть новый бензобак. Есть, сержант. Иду. Так, тут есть новая рама. Ё-моё, блин. Это не похоже на конец игры. Не, на самом деле, раз нам сказали, что вернуться будет нельзя. Это, конечно, не что иное, как конец игры. Но, видимо, это задатки на... Скажи сразу. Эндгейм. Послесюжетный. Раз, два. Раз, два. Чтобы было ради чего поиграть. Чтобы было что прокачать и так далее. Смотрите, я могу только радиатор купить себе новый. Да чё, он мощный. Хорошо, да. Чё бы и нет. Тут ещё и в дизайне. Я по-любому... Да, да, да. Вот фара ещё у нас есть. Тут клёвая. Так, тут ничего. Тут у нас новый выхлоп. И что он даёт? Да ничего не даёт. Он просто по-другому выглядит. И всё. Мне нравится мой выхлоп, на самом деле. Ещё диски. Но они тоже ничего не дают. Просто по виду другие. Поэтому стоят дёшево. Крыло. Красивое крыло. Ого, нихрена себе. Вот это. Зверское крыло. Оно точно даст прочности много. Так, и тут кожух. Ого, мощно. Это точняво даёт нам. Чё-нибудь можно? Ну давайте тормоза вот эти купим, что ли. А, слушай, у меня же 2000 кредов. Мать моя женщина. Он мне просто два косаря кредов отвалил? Ну вообще да. И сколько двигло стоит? А, нисколько надо докачаться. Всё, в любой момент. Так, давайте тогда... Ну всё, бензобак можно... Блин, а мне всё равно не хватит на бензобак. Мне бы и не хватило. Он мне же ровно 2000 дал. И на раму мне не хватает. По-моему, только... И на подвеску мне не хватает. Закис нельзя пока. И на шины не хватает. Блин, ну вообще ни на что не хватает. Короче, только в дизайне разве что влиться сейчас. В... Там... Чё, дёшево на самом деле. Дёшево и сердито. Куплю что-нибудь новенькое, красивое. Порадую себя, так сказать. Это неплохая штуковина. Ништяками. Выхлоп я решил не менять. Мне нравится мой длинненький такой красивый. Чем длиннее выхлоп, тем мощнее. Да, правильно? Так же оно всё работает. И вот эта фара мне тоже нравится. Ага, отличный выбор. Ну правда. Правда, не врёшь? Что за наклейки-то у нас здесь есть? Что-нибудь новенькое есть такое прям прикольное? О, господи. Цатанинские. Во, мне вот эти драконы нравятся. Так, что тут ещё есть? Что тут есть ещё? Думаю, какого бы мне китайского дракона замутить? Красный, чёрный китайский дракон. Давайте чёрного китайского дракона возьмём. Да, да, классная вещь. О, слушайте. Ё, тут же можно охрененные винилы лепить. Ёпты ж, я и не знал. Мать моя женщина, можно весь байк перекрасить. Lost Lake Resort. Вот такое вот можно. Ё, я думал, только на клику можно, да, раскрас лепить. Ну ладно, ладно, окей, молодец. Я под конец игры открыл эту тему. Ох, прям гений, мать его. Ладно, давайте, вот эта мне нравится. Хотя она такая, но... Не, ну клёво, мне нравится. Давайте выберем. Наверное, по прохождении сюжета появляется возможность вот такие вот мутки мутить. Ладно, заправляться я не буду. Бензин мне где-нибудь дадут по сюжету. Ну ладно. Так, а что по стволам у нас здесь есть? Ладно, заходи. Как дела? Недавно здесь? Я Эва Бергстюм. Друзья называют Берги. Здесь только припасы. Да, я только прибыл. Что ж, Дикон Сент-Джон, займись своим делом, и мы отлично поладим. Ага. Идёт? Да, мэм. Ха. Да, как скажете, мэм. До свидания. Ну ладно, ребятки, поехали, поехали. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился. Так, малость. Открывай! И как? Ездишь-то нормально? Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в ополчение, покажи, что ты годин. Постарайся и не отстать, Сент-Джон. Новые сюжетные линии начались. Я в шоке. Я думал, что уже конец игры. Вот это поворот. Что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обуглены. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз. Мы зовём это мёртвой зоной. Кривесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их палатку. Я ж говорю, я в Адище не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение. Решили спалить всё до дла. Мы ведём войну, Сент-Джон. Ради победы мы пойдём на всё. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое Адище. Ты видел орды? Остановить их может только одну армию. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Силвер-Лейк. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в Адище с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но они на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. Капрал, капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Даймонд Лейк. Берите, как его, Тейлора. Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время шесть. Не понял. Я буду в шесть часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди из глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробыл? Недели две или три. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васкес что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте. Надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Ну, пошли по ведьмачим немножечко. Так. Так. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паек наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Собачья игрушка? Какой хрен? А, наверное, внимание привлекать. Типа банки там. Найду тебе применение. Трубка. Ну, это для фугасов. Металл нужен. Так. Интересное местечко. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Ага. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте. Сюда. Да, так бы порез заржавел. Угу. Да. Что за звук? Вот, смотрите. Среды? Да, нам повезло. Да, это вроде дерьмо. Приков. Сюда. Нет. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Так. Фрики может. Опа. Волк. Может его пришить? Стоп, стоп. Зараженный? А, не похоже. Идемте. Нужно осмотреть тушу этого оленя. Он убежит или мне придется его убить? А ну, пошел отсюда. Что ты делаешь? Это вообще работает? Кричать. Когда как? Осторожно, я тут несколько. Вижу. Да, не похоже. Черт, патронов мало. Вроде это последний. Да, похоже на то. Молодец. А че тебе доверие так быстро прокачал, слушайте? Мясо. Одна у волка, блин, подрезала и все. Доверие прокачал. Че-то уж слишком халявно как-то. Где я вообще нахожусь? Давайте посмотрим. Ага, вот он, лагерь. У меня уже первый уровень доверия. Следующий 12500. Ну, вроде много. Не знаю. Ух, ё. Тут еще есть какая-то вот эта фигня. Опа, опа. Раньше мне нельзя было сюда даже курсор подводить. Слушайте. Раньше граница была намного выше. Ого. Ого. А игра-то не коротенькая вообще. Я реально думал, что уже концовка. Нет, серьезно. Потому что сюжетная линия, я помню, уже заканчивается. А тут оно, вон оно что. Ё-моё. Мы еще и сюда, наверное, попадем. Я не знаю, может, и здесь. Вот здесь что-то тоже есть, смотрите. Какие-то дома. Ого. Ого. Ха. Ну, кто его знает? Может быть, они быстро. Да, мне нужно его рассмотреть. Быстро пройдутся. Всякое бывает в играх. Человеку вашему было маловато, Пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле. Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Ну, зато теперь они тут располадились. Значит, у талии не должно быть достаточно, кроликов всяких. Кого они есть-то будут? Приков, что ли? Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших? Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет, нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Ого. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Интересно. Там, наверное, следы должны были какие-то остаться. Нам не видно, но наш герой это видит. У-у-у. Привнись, там фрики. Кю-у-у. Сохранение Неро. Это на нашей картине отмечено. Их тут повсюду полно. Но тогда можно догадаться, почему Баскис пошел сюда. Давайте обойдем. Охренеть. Просто адская арда. Мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задачи сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Кринеть их там. О-о. Давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они замельчают. Часть нашей стратегии. Находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни. Причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Один гребаный фрик не хочет уходить. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Ладно. Пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял. Ты, фриков, знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Тайны. Да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Мне по большому счету все равно... Эй, стойте. Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. Значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. О-о-о. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Узнаете своего? Да. Вон он. Ну что, могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Дерзкая попалась! Ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А что, там мне красная повестка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Как он его уделал-то, а? Красавец. Так, хорошо. Приказ он любителю раздавать. Сейчас дождемся, пока засранец свалит. И пойдем уже их резать, наверное. Ах, хотя ладно. Тихо. Кто-то прямо здесь. Видите, рядом красная. А, вернее, вы ни хрена не видите. Вот, посмотрите на мини-карту. Такие сегменты показывают, где у нас противник. Чем ближе ко мне сегмент, тем... Я бы перед тобой. Тем, значит, он ближе. Что это? Ничего. Ясно. Спасибо, вижу. Ёпта твою мать. Да-да-да-да-да-да. К тебе идут. Спасибо, вижу. Ага, подпалим его. Ну, подпалите меня, подпалите меня, ублюдки. Я просто, просто здесь подожду парочку сейчас. О, да. Хорошо. Еще коктейль? Нет. Я не прочь выпить еще коктейльчик. Ладно. Так, а что у нас тут есть? У нас тут есть ништячки, которые мы заберем. А, здесь закрыто вообще, что ли? Интересный домик. Ой, кажется, кто-то себя поджег. Ну, простите. Там все ходы закрыты. Может, попал? Опа! Не, вы гляньте, это... Это колотуха просто. Смотрите, колотуха смерти. Куда ты там возвращаешься? Стой за срань. О, прикольно. О, ранен я! Ой-ой-ой, ножка болит. Подождите, я в домике. Не бейте меня, да? Глушак тут есть. О, возьмем. Пригодится! Кто попался? Я... Блин, какая зверская эта хрень просто. Эти упокоители делали божественное оружие, честно. Пока я их всех не убил. Так, ну много вас еще осталось тут, тырков? Снайпер еще у нас тут. Снайпер, это хорошо. Ты у меня задедаешься. Он убегает, убить его! Вот. Вот за ним! Снайпер, это интересно. Заряжаю, заряжаю! Думаешь, можешь победить? Сзади не зайти! Кидай молотом! Он меня зацепил! Зацепила! И подарочек, сосранец! У-у-у! 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 Сейчас мы снайпера тогда уделаем. Я прикрою! Опа! Красавец. Вот он теперь, наконец-то! Спустя всю игру, мать его! Ладно, не всю игру, но спустя 20 часов, по-моему, я наконец-то смог брать этот гребаный порох. Вы понимаете? Зачем его вообще клали в начале игры? Я разве мог, мог им пользоваться? Ради у тебя! Подойди сбоку! У-у-у! Жесть. Опа! Какие же вы абсосы-то все. Да, боже, ты не можешь ее грохнуть! Смотри, учись. Похоже, что да. Неплохо. Так. Ну, разберемся с вашим бойцом. Васпис. Больше не мой бойц. Уже нет. Так, тут, если что, есть бензин. Так, а мне, если что, нужен бинт. Все, пошли. Пады-кун. А то вдруг еще кто-то остался. На женщин в беде. Один справишься. Он и пикнуть не успеет. Оу! Не-не-не-не-не, тихо, не психую, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник! Ладно. Я в сторонку отойду. Да с ней не забалуешь. Ха-ха! Спокойно, женщина. Мы не с ними. Да мне похер, а с кем вы? Ладно. Ладно. Ха-ха! Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Маскис. Мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием. Говорит Коури. Мы прибыли. Направляемся к главным воротам. Оставайтесь на месте. Ждите нас. А как же противник и... Они все... нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, Капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашивай, как я прошел? Да ну. Какие уж там у нас проверки. Сам видишь. Мы так гребем к себе всех подряд. Ха, да. Да. Ты прошел. Ну. Едем к полковнику? Да. Поехали. Почему бы и нет. Да где ты служил, Сан-Джон? На всей заварухе. Ты знаешь, как выглядит паек. Знаешь, как проводить разведку. Знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать. А то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. Что это делать? Сейчас подожди. Что-то я не заложил этот вирожок. Носом в землю. В армии я был в Десятом Горном. Отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет. Только у вас. Говорю же, зоркий глаз. Я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске. Представь себе, повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получил донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнеслись за два дня. Подожди, я тебе кое-что покажу. Бывал в этих местах? Да. Я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустья в ожидании конца света. Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. Двенадцать лет прожили. В общем, давно это все было. По-моему, по-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей, это как-то не камильфоу. Камильфоу? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Хо-хо, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Так, куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы, мама, как я гуляю, неизвестно где, среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с телкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. Отчего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект. К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она и план не показывают. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, я просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да. Нет проблем. Стоп, стоп, стоп. Это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это оросительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ничего себе. Меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. Ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Ох, опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Ох, обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть. В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светочков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь серьезно. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая? Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить, и мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду, я хочу тебе кое-что показать. Ладно. Видишь, вот, зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что... Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Крызет свою цепочечку. Символ истинной любви — это... Собачий череп. Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну это... Мориур инвиктус. Смерть прежде поражения. А-а-а. Мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, красивое. Это ведь все-таки мой перстень. Ну да. Его надо будет вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. А, черт. Извини. Да ладно, ничего. Работа. Надо ответить. Давай. Алло? Да. Нет, ничего. Я приеду. Все. Давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Что, сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи... Очень надо. С меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Мою жену звали... Бет. И фотки не осталось. Идем. А что если... Что если... Что если, друзья... Ох ты, там дубина шикарная валяется. Что если он просто получил этот перстень от брата, который был в клубе? Он же говорил, что у них были черные братья. Почему это не может быть как бы его просто брат? В общем... Много предположений. Они нам наконец... Вернее, он мне показал наконец вот этот кратер. Здесь, видимо, и обитает тот самый... Охренеть. Вот эта демоническая штука. Вот это, мать твою, просто настоящее оружие смерти. Что раньше такие пушки не появились? Что они появляются где-то в последней четверти игры буквально? Вот это, конечно, странно. Ладно, друзья, мы с вами продолжим уже в следующей серии. Очень действительно красиво, шикарное место. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гидон. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok